Самка пчелы Эти пчелки тоже самки, как и королева, пчела, но только с одной разницей – у них неразвитые детородные органы, то есть они бесплодные. Примечательно то, что сообщается об этих особенностях пчел в Коране и в суре «Пчелы» «Я ищу защиту Аллаха от Сатаны» «Внушил Господь твой пчеле, устраивай себе жилища в горах, в деревьях и в людских постройках, питайся всякими плодами, летай смиренно по путям, устроенным твоим владыкой. Из внутренностей их питье выходит сладкое, что различается по свету, в котором польза для людей. И здесь поистине знамение для тех, кто размышлением предается» – сура пчела, 16 сура, 68-69 аяты. В этом аяте сокрыта очень интересная особенность, понятная в свете морфологии арабского языка. В арабском языке из формы употребляемого глагола можно отличить мужской и женский род подлежащего. В этом аяте использованы глаголы, указывающие на женский род подлежащего, то есть на самок пчел. То есть в Коране ясно сообщается, что все перечисленное пчелином улья исполняет самки пчел. Однако напомним, что определение пола насекомого стало возможным, пожалуй, только в наши дни, при помощи биологических наблюдений. Тот факт, что в ульях пчел работают только самки, был экспериментально обнаружен только в нашем столетии. Коран же сообщил людям об этом в XIV веке до этого открытия, и это является феноменом Корана. Редактор субтитров А.Семкин